здравствуйте богдан спасибо что согласились на эту беседу я знаю что у вас плотный график тем ценнее для вас что вы приняли наше предложение мы сейчас спасибо за приглашение всегда приятно приходить с умным человеком пообщаться одарили друг другу комплиментами теперь к делу но смотрите начали уже все подводить итоги первых 100 дней новой власти причем как это у нас водится могут даже сойтись на том какого числа нужно все делать потому что у правительства вот она считает что со дня первого заседания кто-то считает что раньше мы давайте просто вот сами сейчас поговорим увидим все плюсы все минусы которые были за это время так как давайте попробуем давайте давайте вот начнем с того что есть претензии любой к власти вот к этой вот наиболее часто люди что говорили слишком медленно вы слышали об этом конечно слушал все медленно тот на свободе этого не так ищут когда даже будут результаты то есть постоянно говорили что это власть вроде как что-то и делает но как-то слишком уж медленно вот некоторые уже прям вопрос так задают жестче а накажут ли того же плохотнюка вот как на это отвечать вы говорите что они того медленно ищут мне вообще пишут в сетях да звонят и говорят что вообще никого не ищете вы спелись там с плохотнюком да вы там опять начинаете по новой и так далее это конечно меня лично такие критики задевают за живое да когда вот такие вещи но граждане имеют право задавать эти вопросы я попытаюсь вот в общем расписать картину событий что же происходит действительно в молдове чтобы граждане понимали существовал феномен до захвата государства когда когда один олигарх имея в том числе внешнюю поддержку это раз до определенных геополитических акторов имея в том числе поддержку определенных с моей точки зрения субъективной групп экономических интересов в том числе транснациональных и это объясню по ходу о чем я говорю фактически подчинил все институты государства и все эти институты государства работали на него прошу не путать с узурпацией власти узурпация власти ленин говорят узурпировал власть да когда сделал революцию но это же власть делала что-то и для граждан пенсия там появилась 8-часовой рабочий день земля крестьянам земля крестьянам бесплатное образование медицины то есть что-то делалось и для граждан то в случае феномена захвата государства все делается только для частных интересов то есть для интереса одного лица или его клана в данном случае господина плохотнюка и демпартии это первый пункт понятно что явление захвата нельзя закончить за один два или три месяца я тут не соглашусь некоторыми лидерами нашего правящего скажем так большинства которые убеждены да что вот за 3-4 месяца это можно закончить но это невозможно еще раз говорю невозможно не конце не на концептуальном уровне не на реальном уровне политического действия невозможно третий пункт сегодня многие граждане вот как вы задаете не то что задают вопрос некоторые обвиняют некоторые специально обученные тролли специально обученные журналисты да и специально проплаченные определенной партии я считаю демократической партии они говорят что сегодня не то что ничего не изменилось что система олигархическая осталась прежней так стало еще хуже понимаете полиция беспредельничает налоговики там ломают через колено бизнес все идет все идет дальше как шло да в этом плане я задам пару простых вопросов если вы говорит что система олигархическая да какая была при плохотнюк те сохранилась а скажите пожалуйста сегодня полиция вот ловит людей на улице и избивает и убивает их в тюрьмах как брагуцу к примеру да хоть один казус назовите мне а скажите пожалуйста сегодня хоть один бизнесмен крупный арестован его собственность отнята вот как утра они допустим да так наоборот ранг уже вроде бы освободили собственность вернули да и так далее 3 а хоть один полет заключенный хоть один лидер партии арестован хоть один гражданский активист арестован я вам скажу более освободили же освободили игорь горчука освободили же и баба чану освободили же и кого там еще и господина петика да из платформы да и многих других я вам скажу дальше спрошу простые вопросы хоть один бизнес сегодня был у кого-то отнят хоть одна хоть одно предприятие было приватизировано по беспределу и продано за бесценок я вам могу сейчас могу сейчас такой список сделать привести в студию типа air молдова да типа табачки за 8 миллионов продали евро то есть за гроши или типа аэропорт хэндлинг или аэропорт кетеринг или аэропорт сам который был отдан за 49 и так далее или бем который был приватизирован за деньги бем то есть государство ни одной копейки не получила значит что вам один казус есть хоть один казус преступной концессии происходит то есть делая вывод понимаете система все-таки изменилась все-таки мы проходим сейчас некий этап либерализации вот этой олигархической системы да она еще не исчезла никуда но она по крайней мере либерализовала сегодня можно критиковать понимаете и до дона и маю санду и настаться не боясь за последствия да сегодня можно заниматься более-менее бизнесом сегодня можно делать многие вещи это по первому пункту а конкретно теперь вот вы же задали конкретный вопрос где аресты когда будут и так далее дело в том да дело в том что я вас перебью вы когда отвечали на первый вопрос я думаю чтобы могли вам ответить могли бы сказать так вы знаете так прошло то всего сто дней вы затрагиваете какие-то глобальные такие вот да в ответ то можно многое сказать ну можно например попенять по поводу аэропорта ситуация многие задают это задают этот вопрос и вы знаете я с ними согласна я поясню потому что неужели нельзя было предвидеть что такое может случиться и наложить заранее моратории на любые какие-то шаги на любые сделки на любые какие-то значит договоры которые бы позволили я специально взял документы с собой кое-какие я верю потому что предполагал что вы меня зададите эти вопросы а я вам отвечу да нельзя сказать что сегодня товарищи из власти семь пядей во лбу но была создана во-первых еще с 8 июня до комиссия по краже параметская комиссия по расследованию кража по расследованию преступных приватизаций и концессий правильно да правильно и самое главное 19 июля 19 июля по предложению данных комиссий парламент проголосовал проголосовал за мораторий по всем приватизациями концессия понимать то есть парламент мягко говоря принял закон который запрещает любые приватизации и концессии государственных объектов хорошо это первый первый согласно более того было было принято было принято постановление парламента согласно которому всем всем органам власти в том числе в том числе до судебно-правовой системы то есть демпрокуратуре центру по борьбе с экономичными преступлениями сибу и так далее было предложено давайте так скажем заняться более серьезным расследованием и наказанием всех виновных вот в этих в этих вот преступных преступных деяниях то есть приватизациях концессиях когда вы мне говорите что неужели нельзя было упредить упредить так дело в том что граждане некоторые граждане вводят заблуждение народ говоря что аэропорт был сегодня приватизирован шором а или был продан шором не было этого аэропорт остается в государственной собственности другое дело что аэропорт был отдан в концессию вот этой фирме авиаинвест которые и это произошло благодаря четырем постановлениям правительства довольно беспредельным я бы сказал и этот авиаинвест эта компания да она за это время поменяла раза в четыре или пять чтобы не соврать с в прямом эфире своих собственников она меняла собственников постоянно еще в процессе концессионирования аэропорта она уже раза в три поменяла то есть 2013 по 14 она раза в три поменяла и беда в том что тогдашнее правительство лянка юрия лянка который отдал аэропорт в концессию 29 августа кстати 2013 когда дали и бем в частные руки шора ничего не предпринимала понимаете то есть это оказалось в порядке вещей и вот сегодня что произошло когда мы поставили мораторий да вы на сети приватизации концессии и запросили аэропорт обратно хотели расторгнуть то есть комиссия предложила расторгнуть договора концессии с фирмой авиаинвест илон миронович шор быстренько взял и попытался продать сначала каким-то российским олигархам но тут вмешался игорь дадон это пресекли да получилось а потом он решил продать компанию авиаинвест не аэропорт а компанию авиаинвест да он продал саму компанию которая является частной собственностью илона шора и мы не можем понимаете запретить какому-то гражданину пользоваться своей частной собственностью да вот он продал в то время когда еще формировалась власть и так далее он уже вел переговоры с натаном ротшильдом да и продал само само предприятие авиаинвест то есть то предприятие которое взял в концессию аэропорт и самое знаете здесь что такое вот нюанс есть да мы же понимаем что такое семья ротшильдов да кто-то говорит там что у них уже по два по три триллиона долларов то горит что все 10 триллионов что-то самая богатая семья и так далее я вам скажу так действительно это настолько мощнейший олигархический конгломерат ротшильдов это мощнейший финансово олигархический конгломерат что для них такая страна как молдова там ливия ирак какой угодно это это раз одно и то же а два для них это как таракан да как букашка него просто раздавят нас я вам говорю это без преувеличения не раздавят и не заметят понимаете просто не заметят но что мне чего я не могу понять то это того факта что господин ротшильд не мог не знать что данный актив то есть аэропорт является проблематичным да что данная концессия была преступной были ведь декларации политические были декларации и были даже генпрокуратура даже поставила на самый аэропорт как я понимаю поставила арест на актив аэропорта но не на как я понимаю не на активы самой авиаинвест потому что с одной стороны прокуратура горячим мы поставили арест на агабе с другой С другой стороны, нам говорят в публичном пространстве Ротшильд, что он купил эти активы. Я вот для себя не могу понять. А с третьей стороны, Богдан, говорят о том, что все-таки была встреча премьер-министра и министра экономики. Так они и признались? Да, понимаете. Они признались? Нет, на нем вначале эту ситуацию долго отвергали, говорили, что не было ничего. Потом сказали, что они не все это обсуждали. Там очень какая-то такая история получилась. Некрасиво, я бы сказала. Давайте так возьмем. Действительно, ведь все мы люди, все мы с вами приходим из какой-то среды, правильно? Я пришел, допустим, из академической среды, назовем так, из университетской, из академии наук, из журналистской среды. Вы тоже самое, плюс-минус, да? Майя Санду пришла из финансовой среды. Она же работала консультантом, это все знают, Всемирного банка, верно? То есть она крутилась на вершине пищевой цепочки, скажем так. Политической даже, политическо-финансовой, да? Так. Господин министр экономики тоже самое, он же работал там, не запомнил сейчас те корпорации, в которых он работал, но там же некоторые структуры, в которых он работал, были где-то связаны с какими-то отношениями с компаниями Ротшильда. И в этих ситуациях, когда ты работаешь, понимаете, в финансовых международных структурах, ты же знаешь, кто там рулит, что там Рокфеллер, там Ротшильд, ты знаешь правила, ты знаешь правила игры, и ты понимаешь, да, что если ты пойдешь жестко против данных крупных финансовых игроков, то раздавят и тебя, и страну, и партию, и всех остальных. Я вот так это понимаю. Поэтому я считаю, что министр экономики главным образом допустил, конечно, ошибку. То есть все-таки, в принципе, я эти слова, получается, из вас выучил, потому что это было важно. Да, он допустил ошибку, когда он встретился с господином Ротшильдом, и когда он не объяснил ему по пунктам, что происходит, что мы будем сопротивляться, что эти активы грязные, что эти активы грязные, и он должен был выйти сразу на пресс-конференцию в тот же момент встречи, а не встречаться, да, и потом постфактум объявить об этом общественном умении. И потом, как бы получилось, что сами Ротшильды об этом заявили, и вообще как-то получилось не очень. Да, и получилось, да, что кто-то лжет, то ли мы лжем, понимаете, то ли Ротшильды лжет, но всем понятно, что что-то здесь нечисто. И более того, чтобы закончить, я вам напомню, что было решение Совбеза, Совета безопасности, да, которым руководит, председательствует президент, да, что наложен арест на активы аэропорта, и аэропорт, контракт с авиаинвест, нужно расторгнуть любой ценой, да, любыми доступными нам правовыми методами. Тем не менее, вот были эти встречи, да, которые, честно вам сказать, вот, понятно, что у граждан возникают вопросы. Я вот так объясняю. Спасибо за объяснение. У меня много вопросов, но я рада, что мы так подробно остановились на этих моментах. И просила бы вас, если можно, может быть, даже уже более кратко, помочь нам понять, что происходит с этими комиссиями специальными, потому что тоже от них были большие ожидания. И по возврату миллиарда, и была специальная комиссия под председательством Владимира Цуркана, если по захвату государства, вспомните, тоже специальная, значит, со специальной миссией. И пока, понимаете, как вот люди и так не очень высокого мнения обо всех специальных парламентских комиссиях. И пока мы тоже здесь не видим. С одной стороны, они, понимаете, как бы вроде прозрачные, господин Слуцарь каждый раз выходил и все очень честно, очень подробно рассказывал, а с другой стороны, у нас результатов, в принципе, нет. Это как? Ну, давайте так, быстро попытаемся по пунктам. Комиссия, которая расследует кражу миллиарда, не возврат, а кражу миллиарда, да, под предводительством Слуцаря. И по возврату они тоже, кстати, говорили, что можно вернуться. Они уже установили определенных игроков, которые участвовали во всех этих операциях, это раз. Два, они сделали слушание, то есть вызваны были кто угодно там, да, и Филат, и Драгуцан, и кто угодно. И самое главное. Филат не вызван к ним, приехали. И третий важный компонент, комиссия, вам напомню, да, и телезрителям в том числе, что комиссия обратилась в Демпрокуратуру с заявлением, да, или с требованием, как хотите, понимаете, об открытии уголовных дел на, раз, Лянко, как я помню, Драгуцан, то есть председатель Нацбанка, скажем так, или губернатор Нацбанка, три, на министра финансов Анатолия Арапу, да, и не хочу сейчас соврать в прямом эфире, по-моему, и на Адриана Канду, который тогда был тоже вроде бы министром экономики, вот при краже миллиарда, потому что до него был Лазарь, потом вот уже на четырех граждан, или на Канду, или на Лазаря, скажем так, уже есть обращение в Демпрокуратуру на то, чтобы завести уголовное дело, а это раз, я говорю про комиссию по кражу миллиарда. Вторая комиссия по приватизациям, да, и концессиям незаконным, где руководит Игорь Мунтиану. Данная комиссия установила, что аэропорт, аэропорт был отдан в концессию с грубейшими нарушениями закона, это раз. Два. Компания-консессионер, то есть авиаинвест, своих обязательств не выполнила, там речь шла о том, что они в 2014-2015 годах должны были пару десятков миллионов инвестировать, они этого не сделали, не сделали. Да. И данная комиссия уже от имени Игоря Мунтиана обратилась, соответственно, к Министерству экономики, то есть к самому министру экономики. Да, мы с вами бронзану. Обратилась с предложением и с требованием расторгнуть договор о концессии авиаинвест, понимаете, по аэропорту, это раз. Два. Некоторые члены данной комиссии обратились с теми же предложениями по табачному комбинату и по Эйр Молдова. Все эти предприятия, я об этом, кстати, описывал лично недавно, были приватизированы с грубейшими нарушениями. И, безусловно, эти комиссии, я убежден и хочу и к телезрителям обратиться с этой мыслью, что скоро, то есть конец сентября, середина октября, данные комиссии обратятся уже в Генпрокуратуру с требованием наказать, и будет дан список виновных. И два. Вторая комиссия обратится, соответственно, в Минэкономики, в Агентство публичной собственности с требованием расторгнуть договора о приватизации, о концессиях и так далее. И я надеюсь, что как минимум 2-3 предприятия, типа табачки, типа аэропорта, очень надеюсь, Эйр Молдова, что нам удастся вернуть эти предприятия, очень великую надежду я ставлю на эти комиссии, в частную собственность. И последняя комиссия, которую вы спрашивали, по узурпации власти, она расследует период с 8 по 16 июня, как я понимаю, тот период, когда вся власть находилась в руках Демпартии, несмотря на существование уже правительства Майя Санду. Что делает данная комиссия, я затрудняюсь ответить, честно вам скажу, я не член ни одной из этих комиссий, я, по крайней мере, не видел еще ни одной их пресс-конференции, ни одного доклада, ни одного такого серьезного, пока есть глубокого анализа ситуации. Возможно, это из-за щепетильности исследуемого предмета, понимаете, его нельзя пощупать. AirMoldova можно, аэропорт видят все, а в чем состояла узурпация, как этапы, кто участвовал и так далее. Тем более, что там много товарищей демократов участвовали, да, и все довольно-таки очень тонкая материя здесь. Ну, посмотрим. Пока есть только Андрей Анастасов делает декларации, да, что нужно там с Чеботаря снять, еще с кого-то, с Канду снять иммунитет, еще с кого-то там, но конкретно там еще нет пока что, я ее не вижу. Ну, дождемся, просто хочется, чтобы эти комиссии, на самом деле, их материалы как-то помогли, и все это в конечный результат вылилось. Магдан, нет ли у новой власти кадрового года? У вас нет такого ощущения? Потому что иногда вот смотришь на претендентов на ту или иную должность, и такое впечатление случилось. Это вы сказали. Я вам скажу так, действительно, Молдова страна маленькая. Я вот задам честный вот такой вопрос вам, а сколько финансистов хороших вы знаете? Вот вам пять пальцев, назовете пятерых в Молдове? Финансистов, практиков, которые разбираются? Я знаю финансистов, но некоторые из них политически ангажированы, что уже плохо. Я об этом и говорю. Вот я знаю Гречаную, да, я знал Кику, которого мы пригласили, да, в качестве советника. И как бы все, наверное, да, может еще там кто-то, кто-то про Рейдмана говорил, что он хороший специалист в бюджетировании. В бюджетировании, именно в создании бюджета, да. Вот. Два-три бантира там, мне известно, которые разбираются в финансах. Все, нет у нас больше, понимаете? Пять пальцев не можем. А в социальных политиках кто? Кто? Вот одного специалиста взял Игорь Николаевич Додон, да, который был у демократов, как ее зовут? Думбровяну, да, госпожа Думбровяну. Второго я знаю, это Оксана Доменти, которая была в ПКРМС, потом ушла, стала посылом и так далее. И больше я не знаю. В социальных политиках мощнейших специалистов я больше не знаю, честно. Простите меня, пожалуйста, может я такой ограниченный. То же самое у нас по всем. Я боюсь вам задавать вопрос по поводу гениального прокурора после этого вашего диета. Люда, понимаете, ситуация такая, страна маленькая, страна маленькая, специалистов настоящих осталось раз-два и обчелся, да, многих из них переняла, перетащила, кого уголовными делами, кого угрозами, кого деньгами, кого не знаю чем, да, затащила Демпартию. И сегодня вот эти партии остальные, которые пришли к власти, за редкими исключениями, за редкими исключениями, у них нет специалистов, чтобы заполнить правительство. Вы посмотрите, у нас же все половина министров, может две трети, и мы же видим это. Кто-то там пришел из Всемирного банка, да, кто-то пришел из МВФ, кто-то пришел там из каких-то международных структур, да, кто-то пришел там из европейских структур и так далее. То есть никого фактически из Молдовы там раз-два, я пчелся, я затрудняюсь ответить, кто там в правительстве, понимаете, вот местный, скажем так. Ситуация еще серьезная. То есть очень много Ронинов, скажем так, которые пришли, да, и которые вот сегодня находятся в правительстве. То есть таких самураев, да, которые вот сегодня здесь, а завтра у него контракт закончился, он уезжает обратно в Всемирный банк и так далее. Вот такая ситуация. Поэтому, поэтому, да, президенту Игорю Николаевичу пришлось взять вот двух человек, двух серьезных специалистов, Кику и Думравьяну, да, по финансам и по социалке. Другие, остальные то же самое. Я смотрю на Андрея Анастаса, да, он тоже взял в Министерстве внутренних дел там некоторых специалистов. Ну, у меня к ним, к этим гражданам отношение такое более сдержанное, скажем так. Ну, я не хочу сегодня вот этот, поднимать эти вопросы, да, кого взял, почему взял и так далее. Но кадровый голод есть. Кадровый голод есть, он чувствуется на всех уровнях власти. На всех, на всех уровнях власти он ощущается. Отсутствие специалистов, отсутствие умных, рациональных, взвешенных решений, да, технократических и так далее. И это будет продолжаться определенное время, пока это правительство не устаканится, пока оно не поймет свою органеграмму, кто там хороший, кто плохой, кто правильный, кто неправильный и так далее. А так еще пару месяцев, я думаю, будет вот этот хаос и будет вот это, как вам сказать, перетягивание канатов. Пока вот создается впечатление, что лучше всего новой власти удается внешнеполитическая деятельность. Сейчас поясню, что я имею в виду. То есть мы стали свидетелями. Прости деньги, да. И это тоже. Это тоже. Кстати, у нас это считается наоборот. Если выходят чиновники, говорят, что я договорился, нам дадут денег, то всех аплодируют. Да, все аплодируют и говорят, какой же он молодец. Но я хочу сказать сейчас о другом. Я хочу сказать, что появились контакты с политиками, значит, малоожидаемыми. Вот, например, там никто не думал, что будет визит министра иностранных дел вот в России. Да, действительно. Я хочу сказать, что правые, они все-таки начали, ну, пока не очень активно, но, тем не менее, мы видим это направление восточное. Россия, СНГ, я имею в виду, оно начало разрабатываться. С другой стороны, мы видим контакты у социалистов, у президента. Президент вот в Брюсселе, поедет в Соединенные Штаты Америки. То есть, как будто вот какая-то разморозка случилась. И Ваня Чабан был в Брюсселе, кстати. Да, кстати, да. Очень хорошая встреча была. И вот сложилось такое впечатление, что как будто, вот, знаете, мир открывает для себя Молдову. Вы как вообще считаете, это надолго и с чем это связано? Потому что люди как-то не очень... Трудно сказать. Поменялась система власти, просто-напросто. Господин Плохотнюк, вот, он сумел, да, то надо иметь такой талант, понимаете. Чтобы со всеми переругался. Да, со всеми переругался. И с Евросоюзом, да. Евросоюз же выдал резолюцию 14 ноября 2018-го, называв Молдову захваченным государством, олигархатом, там, черной дырой Европы и так далее. С россиянами уже молчу. Мы вообще, да. Там самое тяжелое. С остальными тоже самое, да. И сегодня уже сам факт, что Плохотнюк ушел, сам факт, уже, понимаете, дает плюс вот этой власти, что кто угодно, вот, я думаю, так, что так рассуждали и в России, и в Европе, кто угодно, только не Плохотнюк, да. Мы готовы встретиться, мы готовы, там, и денег дать даже, да, и долги какие-то простить. Богдан, очень важный момент. Они не думают, чья будет Молдова в зоне чего влияния. Ведь раньше говорили так, что супердержавы, они здесь борются, да, за свое влияние. А сейчас, вот, судя по вашим словам, уже как-то и не очень. Я, к сожалению, более так анализирую, да, с точки зрения реальной политики. Я никогда не поверю, что, допустим, здесь или в Беларуси, возможно, реальное сотрудничество, да, великих держав, оно может быть временным, да, сотрудничеством, то есть временным консенсусом по определенной ситуации, да, или может быть какой-то продуктом каких-то разменных игр, там, ну, давайте Сирию меняем на Украину, или, да, или Ирак, Иран меняем на Молдову и так далее. Так играют великие державы. Так было, так есть, так будет. То есть это ситуативная какая-то, получается, вот такой вот компромисс. Я думаю, что на сегодняшний день это ситуативный компромисс, да. Сколько он будет длиться, потому что в историческом плане, понимаете, ситуативный, 4 года, допустим, для них это не время, это так, как секунда, да, может быть на полгода, может быть на год, может быть на 4 года или на больше, да. Сегодня есть определенный уровень консенсуса по Молдове, есть определенный уровень консенсуса по Украине. Ну, это видно. Обмен пленными, договора там по газу и так далее. Как говорят, движуха какая-то вот чувствуется. Движение чувствуется, да. Чуть-чуть по Донбассу там идет спад и так далее. И в Молдове то же самое. Вы же видели визит Волтона, что он там сказал, готовы там утилизировать боеприпасы в Приднестровске вместе с Россией. То есть есть хорошие сигналы, скажем так. Но я еще раз говорю, это великие державы, и у них большие интересы. И они всегда будут находиться в соперничестве определенном. Поэтому это ситуативный консенсус. И он нам очень важен, потому что он дает передышку этой стране, да. Соглашусь прям передышку. Вы знаете, нам некогда устраивать передышки, на мой взгляд. Нам необходимо, учитывая, что раз есть вот такое согласие временное, да, то необходимо решать то, что горит. Горит в Приднестровье. Когда еще такое будет, чтобы мы смогли вот так вот подойти к этой теме? Я не знаю, если так. Вот, допустим, президент Игорь Радон, он более оптимистично еще год назад смотрел по Приднестровью. Я, к примеру, чуть более пессимистичен в том плане, что Приднестровье — это более сложная конструкция. Она должна... Приднестровский конфликт должен быть урегулирован на более глубинном консенсусе, который говорит и о безопасности всего европейского континента. Сегодня я вижу, что НАТО и Соединенные Штаты укрепляют свои системы в Польше, укрепляют системы про наступательные вооружения в Румынии и так далее. То есть я консенсуса по безопасности не вижу еще. Вот когда я увижу, что упали бюджетные затраты НАТО с триллиона долларов до, к примеру, 500 миллиардов долларов, тогда я скажу, что да, вот я вижу, что есть определенные. А сегодня, когда у НАТО где-то в зоне 900 миллиардов долларов, понимаете, затраты, и у Соединенных Штатов 800 миллиардов долларов за трат. О какой пересмотре стратегии безопасности может быть речь? То есть по Приднестровью скоро, в ближайшие месяцы или год, я не вижу возможности переформатирования ситуации. Но возвращаясь к этому консенсусу, скажите мне, пожалуйста, а вот что, плохо, что нам Россия сегодня дает ститку на газ? Это же благодаря этому консенсусу. А плохо, может быть плохо, что МВФ нам открывает кредитные... Вы меня сейчас удивляете, уже написали, что плохо? Написали, что зачем вы... Вы читали эту статью? Это пишут специально обученные перепроплаченные эксперты и политики. А граждан спросить, вот давайте выйдем на улицу и скажем, а скажите, пожалуйста, вы недовольны, что вам понизили цену на газ, да? Люди скажут, нет, мы недовольны. Они же так скажут, да? Лучше повысить нам цену на газ, процентов на 30-40. Они же так скажут? Я не думаю, понимаете? Это раз. Два. А что плохо, что Евросоюз нам разблокировал, разблокировал финансовую помощь. То есть речь о тех 60 миллионах, о которых шла речь, да, что вот 100 миллионов, то есть из которых 40 грантов и 60 миллионов кредиты. Но 40 это гранты. Давайте честно скажем телезрителю, это не просто помощь. Да, 60 это кредиты. Гранты это хорошо. 60 кредит и 40 гранты. Гранты, да. Но в ситуации, когда в бюджете дыра в 5 миллиардов лей, когда в стране, понимаете, экономически идет спад, то есть у нас что там, 3-4% рост, когда экспорты в Евросоюз упали, вот последние 3 месяца идет падение темпов роста экспорта в Евросоюз. То есть когда падают трансферты гастарбайтеров, когда, понимаете, пустой вообще бюджет, о чем мы говорим? Сегодня нужно быстро решать эти вопросы. Поэтому на основе этого консенсуса Россия нам помогает по газу и по открытию рынка. Открыли там еще 200 предприятий. И Евросоюз разблокировал, и МВФ разблокировал кредитование. А зачем делать заявление по Крыму? Я вам скажу, как я думаю. Вы говорите, все должны радоваться, все должны это оценивать. Я не согласен с вами, что все должны. А зачем это делать? Потому что, я вам объясню. Потому что нет на самом деле, вот меня спрашивают, вы у власти, вы ничего не делаете. Меня даже шокирует такой вопрос, что я у власти. Ребята, какая власть? Во-первых, по соревнованиям в правительстве. Раз. Два. У нас нет даже соглашения о формировании альянса. Вы это понимаете? У нас нет соглашения. И Андрей Настас, и платформа, и остальные не спешат подписывать новое соглашение. Какая власть у нас нет соглашения о парламентском большинстве? Если у нас только один министр в правительстве, и тот по обороне. Понимаете? Если у нас нет программы общей правления, о какой общей власти мы можем говорить? Это первый момент, очень важный. А второй момент, когда вы меня спрашиваете, что вот, покажите, что вы сделали, что вы не сделали. Когда нет общей власти, общего ядра, когда нет общей программы, когда нет ничего сделать быстро и практически за короткое время, не получается, не получается. Мы теряем время в бесполезных, понимаете, переговорах. И вот этот рак лебедь-щука, они тянут в разные стороны, и в результате функциональность самой власти падает из-за этого. И поэтому вот, поэтому сегодня у власти находятся в правительстве правые партии, в том числе унионистские политики, которые продолжали, продолжают и будут продолжать продвигать правую повестку. Да, мы сказали, что мы объединились с вами только по одному пункту. Людмила, я хочу, чтобы телезритель это понял. Мы объединились с правами только по одному пункту. Знаете, по какому? Где олигархизация? То есть борьба с Плохотнюком, чтобы снять Плохотнюка и всю его криминальную структуру. По остальным пунктам мы не договорились. Ни по социалке, ни по экономике, ни по налоговой политике, ни по бюджетной, ни по внешней политике, ни по одному. Мы сказали, давайте без геополитики. Они сказали, давайте без геополитики. Займемся только дезолигархизацией. Тем не менее, вы же видите, правые, правые, они за день поменяться не могут. Измениться они могут. Поэтому есть, они продолжают эту свою повестку и будут продолжать. Хорошо, я хочу понять, почему они продолжают эту свою повестку. Они ведь не могут не понимать, что если даже будут выборы, то есть большинство, они опять же не возьмут. Президент говорил, на мой взгляд, замечательно он сказал вещь. Вот этот расклад отражает расклад в стране. Есть люди, которые смотрят в сторону России, есть люди, которые смотрят в сторону. Мы обречены договариваться. Получается, что они то ли не понимают, они просто не понимают, что если состоятся выборы, то будет то же самое, придется опять сидеть с этим всем. То ли второй вариант, они ведут себя так, как им говорят, чтобы они себя вели. Знаете, может быть и первое, и второе, и третье, я вам честно говорю, все может быть одновременно. Ну, во-первых, вы же понимаете, что у нас некоторые силы, да, они же для того, чтобы называть себя проевропейскими, так, они должны, во-первых, иметь гражданство из европейских стран, да, они должны, многие из них работали там в Евросоюзе, многие из них имеют поддержку Евросоюза, а значит и ангажементы перед США, перед Евросоюзом и так далее, в том числе политические ангажементы. Вы понимаете это? Я понимаю, я это очень хорошо понимаю. Я объясню примитивную. А некоторые открытым текстом говорят. Для того, чтобы кто-то сделал фотографию с госпожой Меркель, или для того, чтобы сделать фотографию, да, с господином председателем Европейской народной партии, который прибыл на днях, да, в Молдову, то это же не просто так. Мне же не дадут сфотографироваться с Меркель, да, ладно еще мне, а там любому вот с улицы не дадут же, правильно? А почему им дают? Потому что они берут какие-то ангажементы, это раз, да, и они должны, когда ты едешь на встречу с Меркель, ты должен здесь показывать и там, и здесь, что ты проевропеец, что ты за евроинтеграцию, что ты за сближение с НАТО, что ты за реформы либеральные, чтобы тебя там принимали как своего, чтобы тебя не обвиняли в том, что ты объединился с русскими, лег под русских, ведь Демпартия так говорит, что Майя, Санду и Настас обнялись с Дадоном, легли под русских. Ну, у Демпартии, это уже, знаете, как, есть новый термин, он мне очень нравится, русофрения. Раньше говорили, вот, да, мне кажется, это из-за этого уже. Ну, их же обвиняют, у них же самый мощный холдинг у Департии, понимаете, медиахолдинг, и они обвиняют, вот, Санду и Настаса обнялись с Дадоном, отдали ему всю власть, вот, они же такую ахинею несут, легли под Путина и создали альянс Козака, понимаете, и для того, чтобы как-то и внешних партнеров успокоить, и как-то и своих внутренних избирателей успокоить, они что делают? Они выходят через день и кричат, лимба и румына, уника и стопына, да, к примеру. Или давайте постановление правительства о дне памяти жертв нацизма и сталинизма. Ну, они резкий крен вправо взяли, прямо в сторону... Да, да, они иногда берут резкий крен вправо, или как министр внешних дел, да, идет, встречается с Лавровым и говорит ему, что мы хотим сближаться с НАТО, да, а мы хотим евроинтеграцию, с Россией нам нужны вот чисто прагматичные... А вы деньги нам даваете? Да, да, прагматичные отношения, значит, дайте денег, да. А от вас нам нужен газ и деньги, да. Газ, а вы нам деньги, все. Вот такая ситуация. Я скажу честно, я скажу честно. Пускай граждане наши не думают, не думают, что что-то в этом плане, в дискурсе правых, да, или в их поведении что-то поменяется, что действительно, да, вот у нас прямо будет такой консенсус, да, полный, что не будет геополитики, что не будет вот декларации про язык, про национальность, про отношения с Россией и с Румынией. Это было, есть и будет, я вам гарантирую, что так будет. Хорошо. Будет. И ничего мы тут не сделаем. Для нас сегодня главное, вот для меня, как представителя ПСРМ и так далее, как человек, который много писал про олигархию, про все эти монополии, схемы, контрабанду и так далее, чтобы мы сломали эту машину. И я готов вот потерпеть, понимаете, вот все эти декларации некоторых правых депутатов, да, или министров и некоторых из их действий только для того, чтобы страна освободилась от этой мафиозной каркатицы. Я вас слушаю и думаю, что вот вопрос в отношении того, дотянет ли этот парламент 4 года, он как-то, да, здесь... Все очень зыбко, понимаете, я не хочу, допустим, в... Весьма неконкретно. Я хотел бы, чтобы 4 года этот парламент протянул, потому что мы не США, да, или Китай, да, чтобы позволить себе проводить по 3 раза в квартале эти выборы. Понимаете, это с одной стороны, а с другой, невозможно дезолигархизировать эту систему, убить эту каркатицу мафиозную за один год или за пару месяцев. Невозможно. Здесь нужно пару лет. Должны работать профессионалы, должна быть политическая воля, должна работать прокуратура, нац, СИБ и так далее. Все структуры вместе. А когда у нас вот мы только начинаем, вроде бы, создали комиссию по приватизациям, да, по узурпацию власти, по миллиарду, и на второй день мы принимаем постановление про нацизм и сталинизм, ну... Только народ объединился, только народ почувствовал... Такой-то эмоций, какой-то жертаж, какой-то оптимизм, понимаете? Как опять нам вбрасывают вот в общественное сознание вот этот, понимаете, вот это травленное яблоко раздора, да? Я всегда задаю, я хочу понять, вот это яблоко, вот это их инициатива? Либо вот все-таки, вот все же пишут, что очень управляемые, конкретно называют посольство, да, которое отвечает. Я хочу понять, это вот правые сами делают, либо они четко выполняют. Знаете, на правых же тоже есть давление определенное. Я убежден в этом, да? Вот как, допустим, Игорь Николаевич едет в Россию, да, встречается с Владимиром Путиным, правильно? Да, да. И мы тоже, допустим, когда идем в Россию, да, мы же тоже просим, дайте нам рынки, дайте нам цену на газ, дайте нам то. И понятно, что Владимир Владимирович говорит, хорошо, даю, братский народ нам туда-сюда, но и вы хоть, да, хоть иногда, хоть не высылайте дипломатов, это раз, да? Хоть не объявляйте рогозь на персоны, но он град, хоть не отключайте телевидение России с те аналитические программы, русский язык не запрещайте. Хотя бы этого. А вот со стороны, понимаете, Евросоюза, со стороны США, от правых политиков постоянно требуют декларации. Требуют все-таки. Требуют, я убеждаю. Вот это очень важные слова вы сейчас говорите. Потому что, почему, да это видно, они же открыто об этом говорят. Первый, договор об ассоциации, не трогать. Второе, это евроинтеграция. Третий, это сближение с НАТО. Делать заявления, делать шаги, делать конкретные действия. И об этом говорят открыто. Говорят открыто. Послы, говорят открыто. Кто бы сюда ни приезжал, вы обратите внимание, извините, когда приезжают, первое слово они говорят. Евроинтеграцию нужно продолжить. Да. Да, сближение с НАТО нужно продолжить. Договор об ассоциации, это святое, да. И так далее. Это вот эти, как вам сказать, синекванон. Это вот как якоря, которые вот вбиты в страну и которых ты порвать не можешь. И тем не менее, у нас мало времени остается. Вот в плане взаимоотношений членов вот этой коалиции, ваш прогноз удастся ли, ну я не знаю, там, все-таки найти общий язык по всем этим чувствительным темам в ближайшее время, либо все-таки нет? Знаете, чем дальше в лес, да, как говорят, тем толще партизану. Так и здесь. Все сложнее, с каждым днем становится все сложнее, все сложнее. И я, допустим, очень хотел бы, чтобы это правительство протянуло хотя бы два года. Вот так. И этот альянс правящий, чтобы протянуть два года. Вот, я все сделаю, чтобы эти два года, потому что в четыре года я не верю лично. Извините меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня кто-то понимал, да, что вот я лью воду на мельницу демократов, которые только этого и ждут. Они ждут вот этих деклараций. Да? Но такова ситуация, да, что и в правом лагере они все больше и больше и больше, вот, они властью делиться не хотят. Они декларации геополитические делают, да. Они в сторону России позитивных жестов, да, как вам сказать, очень-очень мало делают. И очень тяжело им это дается. Видимо, есть определенный ангажемент у них и вовне, и перед своим электоратом, да, очень мощный. И эту конструкцию удержать очень будет сложно. Это правда. Это правда. Они в шоке, да, что такое вообще возможно было. Они общаются, они понимают друг друга. У них хорошо идет дискуссия. И я вам скажу так, под конец, что никто никого кидать не будет. Если в альянсе придут, ну, в этом большинстве, вот, а не альянс, в этом большинстве придут к мысли, да, что нужно идти на досрочный, что мы уже выполнили свою программу минимум, тогда действительно будут досрочные выборы. Но сегодня, допустим, на досрочный никто не пойдет в условиях экономического кризиса, в условиях невыполненных еще обещаний, в условиях сильной демпартии, в условиях определенных обязательств и перед Евросоюзом, и перед внешними партнерами. Никто сегодня, вот, в течение вот этого года, никто на досрочный не пойдет. Он не сумасшедший. Я благодарю вас за эту беседу. Мне показалось, она интересной. Вы на многие вопросы ответили. Давайте просто будем наблюдать, как будет развиваться ситуация, а потом встречаться и говорить для наших всех зрителей. И обсуждать. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова